Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 15 часов 6 минут. Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Хроники» не впервые уже на этой неделе мы обращаемся к теме кризиса 98-го года. Вчера, 17 августа, все в миру отпущенной торжественности отмечали именно вот это объявление дефолта. Но есть ведь масса событий вокруг конкретной этой даты, 17 августа 98-го года. Мы постараемся сегодня максимально широко поговорить, причем скорее будем больше, конечно, назад оглядываться, а не о последствиях говорить. Наш собеседник сегодня, генеральный директор Ассоциации исследователей экономической истории, экономическая летопись, Николай Кротов. Николай Иванович, приветствую вас. Здравствуйте. Когда я говорю, что будем назад оглядываться, вы меня перед началом передачи-то, в общем, обескуражили. Я думал, ну мы максимум где-то в пределах 90-х годов будем обсуждать вот то, как страна подступалась к этому объявлению дефолта, к этому кризису. А вы говорите, нужно еще дальше смотреть, говорите, давайте где-нибудь 80-е, потом еще дальше, еще дальше, еще. Давайте вы сами сейчас скажете, с какой отметки лучше стартовать, чтобы уже в событиях 98-го года совсем компетентно разбираться. Договорились. Давайте. Дело в том, что дефолт 98-го года появился не случайно. К нему было достаточно большое количество подходов, было достаточное количество сделанных различных действий, которые, так сказать, привели к нему. Он был во много рукотворный, поэтому есть смысл посмотреть, каким образом страна пришла к такому решению. Говоря рукотворный, вы имеете в виду действия властей все-таки именно российских? Когда я говорю о рукотворности, я говорю о субъективности. Есть объективные, известные, так сказать, такие волны Кондратьева о том, что кризисы происходят, так сказать, регулярно. А есть рукотворные вещи. То есть, когда причиной становятся действия тех или иных людей. В данном случае я не говорю внешние, внутренние. Я говорю о действиях людей, которые могут влиять на ситуацию. И начать я хотел бы, ну, начать можно вообще издалека, так сказать. Но я начать хотел бы все-таки с конца 80-х годов, когда произошло важное очень событие, о котором, так сказать, недавно был юбилей. Это июньский пленум 87-го года. В июньском, в 87-м году, в середине года начались реальные экономические реформы. К ним можно по-разному относиться, но они действительно начались. До этого были, в основном, политические, такие внешние, гласность, так сказать, различные такие лозунги. А вот в 87-м году была перекорожена экономика полностью. Перекорежена в том отношении, что она стала иной. Вернее, даже не совсем иной. Она стала непонятно какой. То есть, реальной идеи о реформах. С одной стороны, программ было много, но идей реально, так сказать, особой не было. В полетбюро руководили два больших мудреца, такие, как Николай Иванович Рыжков и Слюньков. Ни одного из них, так сказать, крупным экономистам признать нельзя, но не будем вникать в подробности. Но вышло с десяток, примерно, постановлений, которые изменили полностью нашу финансовую систему, изменили нашу внешнеторговую систему, нашу систему. То есть, полностью экономика была изменена. Она была инертная, безусловно, и поэтому изменить быстро все это было нельзя. Но к концу 1990-х годов уже появились реальные проблемы. Проблемы заключались, они потом будут уже в течение десятилетия повторяться. Это постоянная нехватка денег. Помните, Михаил Сергеевич ездил по зарубежным странам из города, если почитать даже протоколы Политбюро, которые изданы частично, то главное практическое достижение было, вот мы у этих заняли, вот у этих заняли, из Южной Кореи 30 миллионов привезли, отсюда нам эти дали. То есть, это была такая активная система занимания денег. Можно сейчас в Венеции вопрос задать? Это было связано с тем, что бюджеты неразумно составлялись, планировались и принимались. Понимаете, когда ты дома вдруг... То есть, когда тебе не хватает, тебе не хватает почему? Потому что изначально все плохо спланировал или... Здесь причин достаточно много. Но если ты дома вдруг приезжаешь из отпуска, а жена переставила все абсолютно... Мебель и нарушила твой порядок, который ты хорошо знал, то ты первое время будешь шарахаться и не знать, как все нужно делать. Вот примерно такое, так сказать, произошло в конце 70-х годов. Вся система выстроенная, плохая, хорошая, в данном случае не будем обсуждать, она была нарушена. И появилось совершенно новое, которое нужно было пристроиться, нужно создать было, так сказать, организации. Вы сказали, сейчас в конце 70-х. В конце 80-х, конечно, да, после вот Южного Пленума. То есть, нужно было к ней приноровиться даже хотя бы. Нужно создать было... У нас не было элементарной инфраструктуры для того, чтобы она управляла. — Говоря о системе, вы имеете в виду, не было рыночной системы. Вот можно совсем упрощая, совсем так по-школьному говоря, вот назвать ее рыночной системой. Ее не было, нужно было создавать. — Рынка не существует, где в мире, поэтому будем... Возьмем, ладно, договорились, так сказать, будем использовать этот, так сказать, распространенный, чтобы не запутывать никого. Я хотел бы сказать, не было инфраструктуры, которая управляла бы той экономикой, которую хотели создать. — Так. — То есть, вот провозгласили одно. У нас не было, так сказать, если помните, только вот в августе, вот в это же время, 16 августа появился, 88-го года, появился первый коммерческий банк. Это был... Вот сейчас юбилей, кстати. Это был, так сказать, Чемкенский банк. Коператоры продали два грузовика «Лука», и на это деньги вложили, деньги купили, сделали банк. Следующий был банк первый российский, банк-патент, сейчас он называется «Викинг», вот он сейчас празднует, 30-летие, сохранился. — Слушайте, извините, приходится вас перебивать, просто по фактуре если, а с точки зрения, ну, юстиции, например, как они вот себя зарегистрировали, как они объявили себя банком, где эти документы... — Это отдельная интересная история. — Ну, абсолютно же непонятно. — Так правильно, так сказать, в Госбанке СССР был создан специальный отдел, который сделал инструкцию на полстранички, и для того, чтобы зарегистрировать банк, нужно было, так сказать, самые-самые примитивные вещи. И взнос-то был 500 тысяч рублей, в принципе, для любого кооператора, причём его можно сразу было не вносить, можно было в течение года это сделать. То есть, это была попытка. Но с другой стороны, так сказать, потока-то не было. По одной простой причине, потому что все ждали, посадят сразу или через год. Потому что никто не верил, что изменения такие произойдут. И поэтому в России было создано всего в 88-м году 25 банков. Но я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать, что не было структуры, обслуживающей ту экономику. Не было бирж, не было банков, не было каких-то структур, которые занимались бы внешней торговлей. Вроде сказали, что всё меняется, а новые структуры не создали. И поэтому вот этот бардак, который начал происходить, происходил во многом из-за этого. И поэтому же и денег-то не хватало, потому что старую систему разрушили, а новую не создали. Но всё-таки, я возвращаюсь просто к тому, что бюджетное планирование существует и существовало. Когда принимались какие-то решения по бюджету, они же всё равно принимались, исходя из чего-то, на что-то рассчитывали, на такое-то наполнение бюджета. Понимаете, вот даже элементарную причину. С банками мне легче, я лучше это знаю. Представьте себе, в Советском Союзе существовала очень чёткая система, финансово-банковская система. У Госбанка было 40 тысяч отделений в каждой точке, которые как некая сеть управлялись из-за единого начала. То есть, это была некая такая тумбочка. В каждой точке на территории... В районе существовало своё отделение Госбанка. То есть, система была очень чёткая. Были планы финансовые, были, так сказать, системы реализации. Нельзя было, так сказать, нельзя было практически ничего обналичить. Ты имел право, так сказать, за наличные деньги купить, там, ручку или так далее. Всё остальное шло без налички. Значит, всё контролировалось. И вдруг, в конце 88-м году, вот эта тумбочка... Знаете, старый анекдот, где взял деньги из тумбочки? Так вот эта тумбочка была, которая, так сказать, чётко, кто-то клал, кто-то брал, всё по плану. Вдруг появились соседи. Квартира стала коммунальная. Появились коммерческие банки, которые имели право обналичивать. А ещё были там такие комсомольские структуры под названием научно-технического творчества молодёжи, а с которой, кстати, Ходорковский, значит, вырос. Кооператоры могли превращать безналичку в наличку. Кооперативы появились в марте 88-го года, которые тоже смогли. То есть нарушена была вся система финансового управления. Да, но вы говорите нарушена, но при этом это всё равно со стороны гражданина или потенциального предпринимателя это выглядит как благо. Ну, то есть вот у меня появилась структура, в которой я могу, да, живые деньги добыть. Для кооператора – да, а для финансовой системы – нет. Вы, кажется, с какой-то точки зрения смотрите. Когда абсолютно любой залезает практически в твою тумбочку, и ты не можешь регулировать поток этих денег, то это хорошо только для того, кто из тумбочки деньги берёт. Тогда было очень многое. Это началось бардак. То есть разрушение всей финансовой системы привели к финансовым проблемам. Появились тогда, так сказать, ну, это отдельный разговор, это много, не будем сейчас его отнимать. Дальше уже в 90-м году это пошло в разнос система. Все бывшие, там были созданы спецбанки, не будем подробностей говорить, но в 90-м году начался поток новых банков, который привёл к тому, что у нас где-то в 93-м году было уже 2,5 тысячи банков. Представляете, было 2 банка раньше в Советском Союзе. И все по-прежнему регистрировались с необязательным и не очень большим взносом. Долгое время у нас была уведомительная система регистрации. То есть провёл собрание, сдал на регистрацию, но ты уже работать начинаешь, пока тебя не зарегистрировали. Понятно. Когда Геращенко хотел внести систему регулирования, регистрацию, то ему сказали, я знаю, для чего это вам нужно, для того, чтобы вы взятки брали. То есть это было, знаете, как бывает в некоторых, такая вольница, анархизм такой. Но он в финансах был, что невозможно, что нельзя, чтобы было. И вот поэтому у нас, ну а дальше, так сказать, ситуацию вы уже, наверное, лучше помните. Это 92-й год, 2-го января была проведена либерализация. Новая команда пришла реформаторов, которые назывались Акамикадзами. И они объявили о том, что 2-го января объявляется либерализация. Плюс к этому Авин тогда стал представителем, министром внешнеэкономических сил. И в целых объявлено было разрушение, так сказать, монополии внешней торговли. Уточнение. Смотрите, если после Пленума 87-го года появилась возможность создавать частные банки, при этом что происходило с той самой внешней торговлей и вообще вот... У них не было валютной лицензии. Ага. То есть они внутри могли что угодно делать, на внешний рынок они выходить не могли. И вообще попытка встроиться в... Ну, вам не нравится это словосочетание? Я, к сожалению, не могу сходу придумать иного. Строиться в рыночную систему международную вот на этих новых своих началах не предпринималось по-прежнему внешне... Нет, они, может, предпринимались, но какого рода, так сказать. Были различные дырочки. Но вот когда они могли каким-то образом, через кооперацию, через кооперативные структуры, через внешние торговые организации, с которыми они заключали договор. То есть дырки появились. Но системы еще не было. Первые лицензии коммерческие банки появились в начале 91-го года. Валютные лицензии. Вот тогда, так сказать, прорыв был полный. Уже началось. Там Кредо-банк получил первую лицензию. Тогда вопрос на уровне таком, практически бытовом. В этот период, не так, как непосредственно в 90-е, но в этот период уже появляется довольно много импортных товаров массового потребления. Ну, какое-то количество большее, чем в советское время, конечно. А за что и как тогда их покупали? Нет, мы начнем с того, что действительно реальный поток импортных вещей пошел как раз во время перестройки. Ну да. И занималась этим внешнеторговая наша организация. То есть была попытка только государственной поддержки, пособничества. У нас было 60 внешнеторговых структур. Импорт, лен, экспорт лен. Короче, в каждой отрасли была какая-то структура. Практически да. А часто даже, так сказать, импортные и экспортные структуры. И они достаточно активно торговали. Но они все были под валютной монополией. Это все были государственные структуры. Но они уже начали активно взаимодействовать с коммерческими структурами, потому что им надо было выжить. А, то есть они выходили на коммерческие структуры. Не предприниматели искали их? Ну, сложно сказать. Но, видите, здесь, чтобы любовь была, нужно было с двух сторон движение. И они их перевели на хозрасчет. У нас там модная тема была, если хозрасчет такой. На хозрасчет переводили всех, кого можно. То есть считали, что это выход какой-то будет. Это, кстати, одно из решений 87-го года. И поэтому они искали пути, каким образом заработать. И поэтому выходили на них кооперативные структуры, различные другие структуры. Из них уже, так сказать, такое в детственность они потеряли таким образом. Вот. И поэтому был завоз довольно много. Другое дело, что в 92-м году там появились два таких великих закона. Первый – это закон, ну, так сказать, о либерализации положения. А второе – в конце января, 27-го января появился закон о свободе торговли. То есть тогда разрешили кому угодно торговать где угодно и чем угодно. Потом начали немножко ограничивать. Там нельзя у таких зданий, у школ там торговать. Ну, ограничения. Но, в принципе, если, вы, наверное, не помните, но, я думаю, что наши читатели очень многие помнят, громадные толпы рядом с детским миром, на улице Горького, на улице Горького… Ну, стихийная уличная торговля. Уличная торговля. То есть нельзя было никаким образом остановить никого. И в этой ситуации уже различные структуры, которые получили, так сказать, возможность свободного обмена. Кстати, валюту, хотя и обменивали уже, так сказать, и даже существовали уже первые обменные пункты, но до… Нелицензируемые или было все-таки государственный присмотр? Дело в том, что до какого-то периода, по-моему, до 93-го или 94-го года обменные пункты не обязательно были при банках. И можно открыть было любому, ну, относительно, так сказать. Они были как самостоятельные коммерческие структуры. Да, по сути, по-моему, до… даже в десятых годах уже 2000-х нечто подобное оставалось. Они все были как отделение банка. Они все были при банке. Понятно. Это где-то вот в 93-м году. Потому что бардак начался жуткий совершенно. Начали жульничество с валютой делать. Были такие великие случаи, когда ты приходил, отдавал валюту, человек вроде шел ее обменять и не возвращался. Слушайте, а вы не против, если вот в ходе нашей беседы просто я буду… Только поддержу. Отдельный момент охватации выспрашивать. А откуда курс брали эти ребята, когда затевали вот такой обменник? Дело в том, что курс тогда определялся несколькими структурами. Во-первых, существовала, так сказать, уже появилась биржа в 92-м году. Тоже энтузиаст или государство? Нет. Это была… биржа была создана межбанковская финансовая биржа. По названиям вы понимаете, межбанковская. Там объединилось, по-моему, 18 банков, которые вместе с центральным банком создали эту биржу. Но плюс к этому были другие альтернативные системы. Например, в 92-м году существовал такой всероссийский биржевой банк, веселый банк. Название дурацкое, на самом деле. Абсолютно, так сказать. А название… Вы понимаете, когда две тысячи половины тысячи банков, то название придумать очень тяжело. И каких только названий не было. Например, было название «Аура». «Аура» в медицинской технике – это последний вздох умирающего. Наверняка были названия в честь женщин, там, Татьяна, Светлана. Абсолютно. Там было, так сказать, это отдельное. Там бульдозер, трактор чуть не до этого даже ходило. Вот. А этому, так сказать, там… Я собирал я в свое время названия красивые, там очень интересные. Вот. И Всероссийский биржевой банк начал продавать, организовать альтернативные аукционы. То есть, это был вольница полная. Помните, было знаменитое выражение Михаила Сергеевича Горбачева? Все, что не запрещено, то разрешено. А запрещено практически ничего не было. Не было законодательства. Ну, то есть, они там у себя на этой бирже, для себя же, для тех банков, которые решили в это поиграть, свои курсы устанавливали на валюту и оперировали. Они занимались конвертацией практически. Да, но вот эти уличные обменники, о которых вы говорите, откуда брали? Уличные обменники регулировались на эти… Они должны были регулировать… Для того, чтобы быть рентабельными, они должны были ориентироваться на эти биржи. Иначе кто же будет их искать? Либо они дорого слишком будут продавать, их никто и покупать не будет. Либо слишком дешево. Но мировые рынки хоть как-то влияли на происходящее? Абсолютно нет. Никто не смотрел, никто там… А как может, это самостоятельная наша структура. Как может быть? Хорошо, а тогда живая валюта, откуда здесь вообще бралась? Кто ее сюда брал? Можно было покупать. Ну, во-первых, она покупалась банками. То есть, были банки… Да, но они-то тогда по международным курсам каким-то уже это покупали. По договорным. По договорным. Рынок – это договор. Поэтому те ориентировались, так сказать, на определенную… Существовали банки, которые занимались подпиткой нашей валюты. Например, до 1987 года был знаменитый банк, такой Токобанк. С него, кстати, начался дефолт 1998 года практически. В марте 1998 года он был закрыт. Это был мощнейший банк. Токобанк, его создали на базе Госснаба в свое время. Вот, он занимался подпиткой наличной валюты долларами. Просто ввозил сюда живые деньги. Самолетами ввозились доллары туда, на междоговорной основе. Вот. И здесь подпитка вот этими нашими 100-долларами бумажками, которые, так сказать, у нас были очень популярны. Вот они новые купюры привозили. Это был один из главных банков для подпитки. Другие валюты, так сказать, очевидно, делались другими банками. Слушайте, у нас до информационного выпуска около пяти минут остается. Давайте даже не суммируем, а просто обозначим ту историческую точку, в которой мы находимся. Вы подошли к 1992 году. Бардак полный, свобода абсолютная и полная. Попытки регулирования вот этого всего, они как выглядят? Они вообще предпринимаются? Нет, конечно, предпринимаются. Более того, так сказать, были некоторые более успешные, были менее успешные. Но я хочу сказать, что вот 1992 год, чтобы мы закончили, он был знаменит еще двумя вещами. Но то, что денег не хватало, это нужно было любым способом искать, они решались двумя путями. Первый, команда реформ произгласила жуткую бюджетную экономию. Они резко сократили расходы на оборону, на многие другие, так сказать, вопросы социальные. Они очень гордились этим. А с одной стороны. А с другой стороны, была попытка, два было жутких кризиса. Первый кризис, это нехватки наличных денег. Цены выросли во много раз, и просто денег не хватало. Не был просчитан даже вот по купюрной, это был, в советское время был по купюрной плат. Массы не хватало денег. Не хватало массы, да. И вот даже пенсии выдавали. Тогда появился тысячная купюра в начале 92-го, а потом через некоторое время и пятитысячная. В первое время не хотели их вводить, говорили, что если деньги большие ввести, то будет инфляция. Вот это была первая проблема, отсутствие наличных. А вторая проблема была жуткая система неплатежей. Когда разрушена была инфраструктура, не существовала система, порваны были связи между предприятиями, между организациями. То есть, связи не было, порвались. То есть, раньше был план, и ты должен был поставить определенное количество на другой завод, допустим. А ведь громадное количество было на монополистов, и поэтому, если один монополист решал, что я теперь король, я могу распределять и цену устанавливать, появился бардак, и появились взаимные неплатежи еще, жуткая проблема. Все должны были друг другу. То есть, это была жуткая проблема. Отсутствие денег и сплошные неплатежи. Вот к середине, где-то к апрелю месяцу, это была государственная проблема, и очень серьезная, которую они знали, как решать. И тогда, так сказать, было очень много разных идей. В частности, была идея, она появилась где-то в марте-апреле месяце, все долги всех предприятий превратить в ценные бумаги, а потом эти бумаги продать на свободном рынке. Московская фондовая биржа должна была их продавать. Вопрос. Если предприятия к этому моменту, ну, видимо, какая-то уже значительная их часть, были в частной собственности, правильно? Ну, нет. Приватизация в 1924 году только началась. Просто как скомандовать всем предприятиям, переводить свои долги в ценные бумаги и на рынок отправлять? Извините меня, если ты должен, то мы можем делать что угодно. Закона о банкротстве не было, но если ты должен, так сказать, ты должен, так сказать, тебя можно, знаете, должниками можно поступать как угодно, в принципе, относительно. Вот, плюс к этому приватизация еще не началась. В 1992 году приватизация была малая, так называемая. Малые это магазины, парикмахерские, химчистки и так далее. Вот ее активно начали проводить. Большая приватизация началась позже, в 1993 год. Вот, то есть, втихую, так сказать, проводилась приватизация в виде аренды. Это еще вот после 1987 года. То есть, предприятия брали в аренду с правом выкупа. То есть, она практически их была, они уже управлять могли, но все-таки они еще были искусствовательными. Понятно. Ну, в общем, эти долги, было принято решение перевести эти долги в бумаги? Нет, это было, это было обсуждалось, нет, нет. Потому что, если бы это реализовалось, то это было бы покруче ваучера. Потому что при отсутствии денег и полной, так сказать, разброду системы, эти долги, как вы думаете, сколько стоили бы? 1% от реальной стоимости. То есть, это был такой всемирный сейл. Ну, и в итоге все просто подвисло, и каким-то бандитско-силовым образом на протяжении какого-то времени все делилось, выбивалось. Нет, как раз нет. Как раз тут появился очередной субъективный фактор. В июле месяце появился новый председатель Центрального банка. Звали его Виктор Владимирович Герасченко. Вот, конкретно о Герасченко, о его решениях, инициативах будем уже после информационного выпуска говорить. Случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». 15.35. Мы продолжаем. Наш собеседник, наш гость сегодня, генеральный директор Ассоциации исследователей экономической истории, экономическая летопись Николай Кротов. И мы подступаемся к теме дефолта, к теме кризиса 98-го года. Это накануне годовщину объявления дефолта отмечали. Вот сейчас, через 80-е годы, начало 90-х, идем хронологически к этой дате, остановились на 90-м году, но он же не в первый раз возглавляет. Он до этого был представителем Госбанка СССР, поэтому у него был опыт уже. И поэтому очень многие, когда бардак в финансовой системе весной уже продемонстрирован был, то его просто попросили вернуться, очень не хотел. А чем он, кстати, занимался, пока не был на этой судьбе? Он недолго, он ушел в декабре 91-го года, и он работал у Шаталина в фонде. Просто я к тому, что человек с такими компетенциями, такими связями, неужели не было искушения затеять на фоне общего бардака какую-нибудь коммерческую сверхуспешную структуру? Ну, опять же, кредитную организацию, банк затеять, и им руководить. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что, если посмотреть, опять вернуться к концу 80-х годов, кто создавал эти коммерческие банки, не было ни одного крупного банкира, который имел бы опыт банковский. То есть, банкиры были, а банковского опыта не было? Нет, в этом тоже не дело, что серьезные банкиры, которые занимались за границей, в софт-загранбанках работали, они знали, что создать банк – это чрезвычайно трудно. А физики, театральные режиссеры, как Гусинский, они этого не знали. Романтически настроенные предприниматели? Абсолютно верно. Большинство, практически, первых банков создавали непрофессионалы. Более того, кадров настолько не хватало, что в конце 90-х годов финансовый институт, который сейчас финансовый университет, студентов 3-4 курса брали сразу самопредами банков. Настолько не хватало людей. Вопрос, опять же, прямо посреди вашей реплики, это многократно уже происходило и снова происходит. Скажите, а вот это образование экономическое, которое давалось в Советском Союзе, и все эти люди, которые даже в начале 90-х его получали, они же все равно учились по программам, по учебникам, обучались теми преподавателями, которые из Советского Союза происходят и произрастают. Вы совершенно точно поняли эту идею. Как у них это получалось? Когда я говорю про инфраструктуру, это не только банки, это тот набор специалистов, которые могут обслуживать эту систему. Короче, откуда в Советском Союзе экономисты, которые понимают, как вообще мировая экономика устроена и понимают, на что равняться? Я говорю, что в Советском Союзе, в финансовом институте всегда существовал факультет, который занимался изучением международных финансов. И оттуда посылали, там блестящие специалисты были. Вот эта идеологическая присадка, которая все равно наверняка... Понимаете, прагматика всегда существовала, в Советском Союзе тоже. Не надо недооценивать. У нас существовала серия, сеть международных банков, плюс существовал такой громадный внешторгбанк, который занимался в том числе и валютным дилингом, он занимался спекуляцией валюты, грубо говоря, в особо крупных размерах. А как об этом всем рассказать студентам, которые еще пока студенты? У нас были блестящие специалисты, так сказать, преподавали в институте, и которые, так сказать, знали систему западную финансовую очень неплохо. Поэтому многие из наших специалистов, уезжая в Лондон или в Париж, работая, демонстрировали блестящие способности, блестящие знания. Разные, конечно, были, но тем не менее, так сказать, этот состав, и сейчас до сих пор существует, работают многие из них. Хорошо. Приход Герасченко, второй приход Герасченко в Банк России. Ну, можно даже третий сказать, потому что его два раза, его после августа 92-го года снимали, поэтому можно сказать, что в Госбанке он работал два раза. Приход Герасченко в Банк России и... Вот, как раз мы об этом сказали, что у нас была, так сказать, весной 92-го года была реальная возможность устроить всероссийский сейл, когда предприятия попали в непонятные, неизвестные руки за копейки. В этой ситуации Герасченко не стал устроить. Он человек спокойный. Я тогда думал, что как раз вот его, если назвать подвигом Геракла, то это был как раз тот случай. Он устроил знаменитый взаимозачет. Что это такое, так сказать? Он в экономику вбросил определенное количество денег, которые провели взаимно... Через что, через банки? Конечно, через банки. Легче всего понять это вот на анекдоте. Анекдот такой. Во время Великой депрессии в небольшой город Средней Америки приезжает Камивай Ажер. Он приходит в гостиницу, говорит, я хочу посмотреть, поторговать у вас. Директор гостиницы жутко обрадовался, потому что он в долгах все сидит. Он говорит, вот вам 100 долларов, я на недельку здесь у вас остановлюсь. И ушел изучать рынок. В это время радостный директор гостиницы побежал к мяснику и заплатил ему 100 долларов, вернул долги. Мясник пошел к следующему, потом оказался, так сказать, проституткой, которая, так сказать, использовала гостиницу. Она взяла 100 долларов, она задолжала помещение, она прибежала к директору гостиницы, заплатила ему 100 долларов. В это время возвращается Камивай Ажер, говорит, нет, у вас никаких шансов нет здесь продавать, отдайте мне 100 долларов, я уеду. Он забрал 100 долларов, ничего не произошло, но все довольны. Вот что сделал Герасченко на государственном уровне. И неужели система действительно была настолько идеально закольцована, чтобы это вот... Зачем закольцована? Если, допустим, я получил эти деньги, мое предприятие, у меня есть поставщики, которым я должен. Я отдал этим деньгам поставщикам. Поставщики расплатились с остальными. Таким образом, все долги не были закрыты, но они были уменьшены в 7 раз, и критичность ситуации прошла, пропала. Вот, но я хотел бы еще одну тонкость, здесь был еще большой очень скандал, который тоже нанес громадную проблему для финансов российских. Были еще тогда такое событие, как фальшивая виза. Может, слышали, их называли еще чеченские авиза. То есть, авиза – это платежный документ, который в советское время обеспечивал переводы денег. И когда вдруг появилось, начали... Он сделан был достаточно примитивно, потому что система была закрытая, и особо защищать было не было необходимости. А тут появилось, повторяется громадное количество других субъектов, которые занимались переводами. В результате ушлые люди начали подделывать эти бумаги. И в результате появилось громадное количество, так сказать, фальшивых авиза, большие суммы. По старому опыту их сразу отоваривали, а потом обнаруживалось, что денег поэтому не перевели. И в результате за два года стране был нанесен ущерб примерно в 4,5 триллиона рублей. А чеченские почему? Почему? Потому что там... Пойман – это был банк столичный Смоленского. Судя по всему, и как мне говорили специалисты, подделать авиза ребята с гор не смогли бы. Это достаточно квалифицированная операция, которую делать должны были специалисты. То, что здесь Москва была задействована очень хорошо, это безусловно. Но чтобы примерно представить объем нашей проблемы, что такое 4,5 триллиона рублей, сейчас представить сложно. Что такое в 1993 году? Вот для примера, так сказать, другое. У нас, если помните, ваучер был оценен в 10 тысяч рублей. Население 150 миллионов. Получается общая сумма 1,5 триллиона. Но ваучера было превращено треть всего оцененного имущества страны. Если умножить это, так сказать, на эту сумму, получается 4,5 триллиона. То есть, как раз сумма авиза. То есть, разворона была, так сказать, стоимость страны практически. Ну, вопрос тогда, как в этих условиях все-таки сработала эта идея Герасченко о насыщении? Нет, это были параллельные вещи, так сказать. Я просто хочу сказать, представляете, насколько был фундамент у страны, если такие операции не разрушили ее. Но, тем не менее, так сказать, конечно, пощипали ее очень крепко. И поэтому в 1993 году начинают придумывать разные способы. Да, их раньше думали. Все-таки, просто чтобы закончить, извините, разговор про вот эту идею Герасченко о насыщении экономики деньгами, чтобы все смогли с друг другом более или менее... Не насыщение. А как это тогда называть? Это было взаимозачет именно. То есть, это уничтожение долгов. Денег дополнительных в экономику не было введено. Как вы же сказали, что он позволил... Ну, а, то есть... Он ввел деньги, а потом их вывел. То есть, реально, так сказать, ну, как вот этот камеважер с 100 долларами, он же потом забрал эти деньги. Я с одной стороны понял, то есть, ввел в этой ситуации чисто технически означает, что... Он смазку дал, он смазку дал. Ну, то есть, какое-то количество денег все-таки из бюджета было направлено в банки, чтобы рассредоточить это. Это был выдан кредит. Да, ну, понятно. В экономику. А изъятие тогда как произошло? А кому дал, потому и забрал. То есть, у банков просто обратно забрали... Ну, банки были операторами, но реально было дано... Это было в реальной... Тогда еще существовало, так сказать, там и промышленность, и экономика существовала. Поэтому давали реальным производителям. А потом у этих же производителей забрали? Конечно, через банки. А вопрос, что тогда? Производители по итогам года оказались без прибыли, без выручки, без всякой... Они остались с покрытыми долгами. Понимаете, когда у тебя есть долги, и тебе должны, и ты должен. В этой ситуации работать невозможно, потому что тебе никто не доверяет. И поэтому нужно было эти долги снять. Нужно было на вес этот долгов. Причем, ты кому-то должен был миллион, и тебе должны были миллионы. Я в целом схему понимаю, я просто вот на уровне государства, набор конкретных действий со стороны правительства... Ну, давайте не будем вязать механизм. Это отработанное... Причем в советское время... Это почему Герасченко ее ввел? Ничего фантастического он не придумал. Каждый год в Советском Союзе проводили такие взаимозачеты. Система была закрытая, поэтому делалось это легко. Каждый год в госбанках отделения сидели люди и до копейки выводили, так сказать, балансы. Не в этом, так сказать. В 93-м году появляется... Не хватает денег. Надо придумывать. До этого были, так сказать, различные векселя придумывали. Они вводили... Была такая, так сказать, бумага, как Россия, вводил еще предшественник Герасченко. Она оказалась очень плохо защищена, и поэтому жуткое количество подделок было. Там афера было много с этим. Чеки урожая перед этим были, тоже давали, так сказать, вместо денег давали некие чеки. Ты мог на это покупать... В 90-м году еще ты мог на это покупать какие-то дефицитные вещи, машины и так далее. И поэтому, естественным образом, появилось желание, была создана она коллективно Минфином и Центральным банком, была идея, появилась ввести государственные краткосрочные облигации. Это некие бумаги, которые даются в долг в связи с тем, что... Строго для внутреннего рынка. На первом этапе да. Да, строго для... То есть, идея заключается в чем? Все понимали, что почему краткосрочные? Никто никому не верил. И не знал, инфляция была сильная. Поэтому больше чем на полгода никто взаймы не давал. Причем идея форума была такая, так сказать, был фиксированный очень крупный, достаточно серьезный процент. То есть, ты... Ну, сколько? Бумага. Я не помню. Там, понимаете, там была хитрая ситуация. Продавали бумагу, допустим, я условно говорю, там 10 тысяч рублей, но продавали ее за 9, а выкупали за 10. То есть, вот такая форума была. То есть, продавали за меньшую сумму, при номинале, так сказать, то есть, не процент начисляли, а определенное... Там было фиксировано. В конце, когда уже денег совсем не хватало, то процент был около 200% годовых. Короче, фиксировался даже не процент, а просто был номинал, как фиксированная отметка. Это был не рыночный механизм, потому что его при продаже фиксировали доходность. Понял. Вот. И допущено было до этого, так сказать, определенное количество банков. Это нельзя было покупать кому угодно, это не могли покупать коммерческие структуры. Их могли, так сказать, коммерческие структуры могли покупать через банки уполномоченных. Они давали поручения, там, так сказать, они могли таким образом действовать. Были уже тогда, так сказать, когда вы говорите, что зарубежники не пускались, они находили формы. Например, я знаю, так сказать, вот один конкретный пример, который, так сказать, был многочисленный. Например, существовал у нас такой банк «Солидарность» профсоюзный. У него были очень хорошие отношения с скандинавскими банками. Дело в том, что на Скандинавии нет олигархических банков. Там практически все банки профсоюзные, крупнейшие. И вот профсоюзный банк давал кредит этому банку «Солидарность» своему, так сказать, там. И он на эти деньги покупал ГКО. Я с трудом себе представляю, как этот интерес у скандинавского какого-нибудь банка может вообще зародиться. Он получал гарантированный процент. Понимаете, извините меня, так сказать, еще в «Капитале» есть фраза «нет такого преступления, которое не совершил бы за 50% капиталист». Если ты получаешь там 3-4% прибыли, и считается это неплохо, а здесь тебе дают 50%, то ты будешь рисковать любыми деньгами. И поэтому они давали своим банкам, те конвертировали из долларов, там, так сказать, евро не было тогда, конвертировали в рубли, покупали ГКО, и потом рассчитывались с тем, кто эти деньги давал. То есть, это была такая межсобойчика. Понятно. Вот. И тогда началась, так сказать, активная, но денег все время не хватало, особенно перед 96-м годом, когда были выборы в президенты. И помните, там были знаменитые операции, там, голосуй или проиграешь, выездок и вывозить до музыкантов, и вот эти коробки из-под ксерокса, наполненные долларами. Коробки вам позже были. Это было как раз перед выборами 96-го года. Об этом, кстати, книжку очень хорошую выпустил Александр, ой, этот банкир-то наш, ой, национальный банк, сейчас скажу, ладно, бог с ним. Он был, он сам написал, что он был как бы бухгалтером там при этой системе распространения наличных денег. Лебедев, Александр Лебедев выпустил книжку «Охота на банкиры». Он там подробно об этом прописывает. Вот это была система финансирования всей избирательной кампании. Избирательной кампании. Денег было очень нужно много. И поэтому все время увеличивали количество выпускаемых денег, плюс к этому увеличивали процент, чтобы покупали, заставляли все банки, обязательно степени, особенно имеющие, на которые были влияние, закупать обязательно большую долю в этих долларах, в этих, в ГКО иметь, в балансе. Кстати, а к этому моменту уже как-то иначе, может быть, потоки валюты в страну были реорганизованы? То есть мы до этого с вами, когда говорили, мы описывали абсолютно какие-то стихийные идеи, вещи, когда самолетами через бывшие... Нет, вы неправильно поняли. Это было не стихийное действие, это был договор, нужно было подпитывать валютой, и она не присылалась же просто как подарок. Ну, понятно, она покупалась. Её покупали, и привозили это нормально. Причём долларов у нас было больше, я помню, в Финляндию приехала, они не видели 100-долларовых бумажек, с большим удивлением смотрели, но не разменяли мне. А новые появились доллары, если помните, 100-долларовые бумажки. Вот, и я хочу сказать, что искали любые способы увеличения, дыра всё больше и больше происходило. Понимаете, вот это ГКО, это вполне нормальный инструмент во всём мире существующий. Если он пускается на какие-то нужды, которые возвращают эти деньги, а мы их возвращали для того, чтобы забить дыру. Которую порождали, расходуя в том числе деньги на... Всевозможные, там порождения было очень много, не было... Разрушенная промышленность уже к тому демонстрировала полное отсутствие возврата этих вкладываемых денег. И тогда перед выборами подумали, что уже исчерпывается российский рынок, это же пирамиды. Надо подключить более мощный рынок. И тогда в виде эксперимента подключили несколько наших совзагранбанков. Это был Московский народный банк, Евроданк и Банк Франкфуртина Майни. Коротко, это какие-то структуры, которые сохранились ещё с советских времён. Которые существовали, да, которых государство имело в виде Госбанка и, так сказать, в виде Центрального банка и в виде Внешэкономбанка, или Внешторгбанка, имели свои, полностью владели этими банками. Практически государственные банки ими владели. И они, пригласив своих партнёров, через них уже начали ввозить валюту. То есть разрешили продавать со специальным там, на отдельном счёте, покупать им ГКО. Короче, продавать наши облигации за валюту. За валюту, да, так сказать. Но ограничено таким образом. Более того, в 1997 году появляется ещё одна идея. Она не успели реализовать. Минфин предложил продавать ГКО населению. И хотели выпустить бумажный ГКО. Так были они, так сказать, электронные. Этот проект активно обсуждался. Но не успели его реализовать, потому что реализация его была назначена уже где-то на 88-й год, 98-й год. А к тому времени уже в разнос всё пошло. ГКО покупать уже не хотели. Плюс к этому, говоря о субъективности, я хотел бы ещё сказать немаловажный фактор. Дело в том, что система была очень коррупционно ёмкая. Почему? Потому что только руководители, которые руководили этим процессом продажи ГКО, знали, какую доходность в тот или иной момент будет дана. А это называется инсайдерская информация. А законы тогда инсайдерской информации не было. Я знаю, мне рассказывали, что один из руководителей Центрального банка, который в Москве сейчас не живёт, он имел в своём кабинете два дисплея. Один как руководитель Центрального банка, а другой как дилер. И он очень удачно реализовывал. Почему-то все сделки были очень удачны у него. Смотрите, у нас около четырёх минут остаётся. Давайте проходить к 98-му году. Я поэтому и говорю, так сказать, к 98-му году все ресурсы уже подключения новых добычи денег уже были исчерпаны. Слушайте, а насколько велик был объём именно этих бумаг, которые на внешнем этом рынке мы успели реализовать? Ну, я врать не буду, забыл, так сказать, не буду врать, не буду. Ну, это не очень существенно, потому что западники достаточно подозрительно к этому относились. Западники, в смысле, ребята на Западе. Именно западники, не наши. Я это имею в виду, да. Не наши банки, а те, которыми были партнёрами наших банков. И относительно недолгое время существовала эта система, потому что, ну, года полтора, так сказать, они смогли работать на этом рынке года полтора. Но, тем не менее, если помните скандалы после 90-го дефолта, когда мы не могли отдать им деньги, которые они, так сказать, должны были получить, потому что им дали разрешение свободной конвертации рублей. То есть, они покупали через рубли, на специальный счёт эти деньги клался, так, счёт С, и потом они могли свободно их вывозить. А вот после августа 98-го года это им перекрыли. И там очень долгие были переговоры между нами и, так сказать, это уже Герасченко вёл после дефолта 98-го. Причём это, конечно, они заработали чрезвычайно много по этому потере, так сказать, это была жадность. И Герасченко однажды заявил, что самые жадные вообще ничего не получат. Ну, а, кстати, что мы им, например, предлагали как альтернативу? Предлагали новую бумагу, которая должна была быть обеспечена, так сказать, была реализована в будущем. Ну, в смысле... Денег свободных не было. Ну, большинство это устраивали. Дело, понимаете, большинству людей, банкирам не нужны прямые деньги, нужны инструменты для торговли. Поэтому, если такая бумага появляется, она становится ликвидной, в неё верят, то есть, она вполне могла существовать, так сказать, они могли её продавать, они могли передавать её. Но в итоге этот долг, который образовался, его дальнейшая судьба, он вот так вот постепенно, постепенно в течение каких-то сроков был там реорганизован, реставрированный? Да, у нас же, помните, так сказать, у нас существовал внешнеэкономбанк, был создан специально для реализации долгов. У нас долги ещё начались с Советского Союза. В Советском Союзе было около 60 миллиардов долларов, тех долларов ещё, это значительно более серьёзная сумма. Потом появились российские долги 90-х годов, потом появились долги после дефолта, поэтому у нас, так сказать, долги накапливались, и они в 2000-х годах только сумели в основном перекрыть. Около минут у нас остаётся. То, как сейчас государство обращается с государственными ценными бумагами, это же гораздо разумнее, понятнее, это встроено вообще во всю планетарную систему государственных облигаций и долгов. Давайте сразу скажем, ГКО тоже было встроено в систему, так сказать, нет, есть внешние, так сказать, займы, долги. Это бумаги, которые выпускаются специально в долларах или в евро и реализуются за рубежом. Есть внутренние, поэтому это разные два, так сказать, рынка, которые не всегда пересекаются, и разные цели у них. Но такие системы существуют и на Западе, и у нас всегда существовали. И будут всегда существовать. Это обычный инструмент финансового рынка. Спасибо за разговор этот подробный. Николай Кротов был в студии, генеральный директор Ассоциации исследователей экономической истории, экономическая летопись. Приходите ещё. Спасибо. Вся история 20 века в программе Хроники.